Милиция с самого начала присутствовала, работники милиции о событиях 28-го часа? Да, но они стояли в метрах на 150-х. Потом, в момент, когда они потянулись, я точно не могу сказать, потому что надавка не доходилась. Куда вы увидели раненые милиции, которые уже подошли к месту? Ну вот, когда я, видите, оторвали все дома и отвергли в сторону. Вы только 28-го были? Пожалуйста, вовлечнейшие еще представники. Что вы нашли? Нет, я там бывал периодически. Хирургий 20-го был, точно 26-го. Есть фотографии, когда там, ну, тоже тут вопрос, конечно. Первое предупреждение. Ви зазначили, что самая бездеяльность висела лише 28-го числа. Чи она была в другом? Оскільки вы спочатку своих пояснений зазначили, что лише 28-го числа вы имеете, скажем так, вимоги до... То есть только 28-го числа вы имеете ввиду отверстия. То есть 20-го, 20-го, ну и в другую дату мы не чипаем. Мы не взглядаем о вопросах законности проведения работ. У нас лише позовы до бездеяльности щодо нереагирования на ваши заклики, милиции, с Богом. Я задаю себе питание, оскільки позывач может быть святкой по делу, какие касаются лучших позывачек. И если самая из этого вопроса, я еще раз наголошу, он не святка. Он позывач, а вот же он мает вимоги. А если он святи божает, то мы запитаемся как святка. И, соответственно, вы предупреждены до письма. А вот же я, что он не божает, не давать вимоги. Он выклав свою позицию позыву. Хочу взяться власть. Вы маете еще какие-то дополнения до ваших пояснений? Единственное, я хотел бы сказать, что во время всех этих действий со стороны милиции была рука фиксации. Это потом, как выяснилось, каждый день там была фиксация, которая снимала все это на видеокарте. И 28-го в том числе. Даже у меня есть фотографии, где человек поведен на эмоционера с видеокартера. То есть если вы здесь, они могут, это просто... Вы должны заметить, это факт тоже установлен. Еще пытания будут? Нет. Всегда это у вас как представители будут... Немного. Нет. Даня, пожалуйста. Можете ответить, на вашу думку, Чи были ваши действия такими, что отвечали вам обеспеченным законодавством, пожалуйста, щодо заважания особисто вами и проводения будивельных работ и будивельниками. Особенностью дороги 28-го года. У нас обязана святкувать, платить себе своим предметам поспит, а уже еще бажаете в основной передателям. Разрешение ГАСКО на проведение подготовительных работ выдано 26-го числом. В законе о забудовании, там какая-то статья, я вам сейчас посмотрю, точно не помню. Работы разрешается проводить через 7-дневный день. 26 плюс 7, 28 никак не попадает. С 28-го числа там никаких работ не должно было проводиться. Ваши действия, протидеи будинству были законными, что вы втручались в работу будивельники. Вы стояли на переезд, и вы ехали. Всими действиями вы втручались в работу будивельной компании. Ваши действия были законными. Вас, насколько мне известно, притягли до административной ответственности за статью 185 КУПАК. И решение вам известно, яке видно, что у вас было принято за цим протоколом постановы? Пожалуйста, якое решение. Был виновен и погрозили признание СССР. Виновен. Виновен. И какие санкции еще были у вас? Административная речь или штраф? Нет. А, нет. Вы нескольким невидимо, у вас было ускорковано 170 гривен. Ну, бывает, и реакция, которая не имеет это решение. Ясно. То есть на этот момент это решение скасовано? Где-то толкость я не знаю. Вам не знаю. Спасибо. Сидя вас, пожалуйста. Спасибо. 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 Я подтверждаю слова, которые вы получили. Давайте начнем с да. Коли, где, это было. Какие действия вы считаете без деятельности с боку ответа? Если у нас в предыдущих позывающих, что лишь действия 28 травм. А вы когда были? Я была там каждый день, начиная с 21 мая. Давайте конкретно. По каких датах вы считаете без деятельности с ответащими? За какими датами? Я не записывала, когда это происходило. Просто про этот период хочу сказать, что милиция приходила и присутствовала почти каждый день. Но не препятствовала действиям этих черных рубашков людям, которые проявляли адресию по отношению к нам. Физически у нас. Они были очень устрашающими. Я прошу вас, что у нас в первый раз не оскаржуются действия муниципальной обороны. У нас оскаржуют. Ви зазначили, что милиция, там у нас представники органических дел не реагировали, ну, в соответствии с вашей позвоночной заявкой, на ваши заклики, милиции. А вот, пожалуйста, зазначите, когда это было, при каких условиях это было, и вообще, что это было. Поскольку сейчас вы ничего этого не замечали. Я же не успела это замечать. Практически каждый день, когда появлялись люди в черных рубашках, мы понимаем, что сейчас придут люди в оранжевом, будут сейчас пилить деревни, на которые у них нет никакого разрешения. В этом мы вызывали милицию. Кто из нас, кто-нибудь, занял милицию. Конкретно вы. Не мы. Вони. Вы выкликали, поскольку вы есть позывающие. Я не выкликала. Я отвертала это милиции. Я говорила так вот. Товарищ милиционер, здесь происходит правонарушение. Я его пытаюсь приостановить. Эти люди в черном мешают мне остановить это правонарушение. Потому что они тоже участвуют в этом незаконном действии. Пожалуйста. Примите меня. Здравствуйте, Наталья. Милиционеры к нам относились высоко, и сами даже не разговаривали. Когда я обращалась, они просто отворачивались. Я слышала, как старший милиционер, я не знаю его ничего, как он объяснял молодым, что мы действительно, что нас кто-то нанял, и что на это даже не надо. Это была ложь наглая. Прям при мне он не такой. И никак не вмешивались, даже когда нас... Я пострадала физически. Я попала в больницу. У меня от рук этих... Това, четыре первого числа. Но я еще хочу сказать по поводу 28-го числа. Я видела действия милиции. Но я еще хочу, чтобы вы отметили, что милиционеры дали показания, что эти люди наши, которые возле шмарбаума были, что они сопротивлялись, что они там чуть-чуть не отбивались. И на суде такие показания дали ложные. Этого не было. Я видела, и это зафиксировано многими телекамерами, что ребята, когда милиционеры уже не подходили, забирали, они шли, никто не сопротивлялся, ничего. А милиционеры давали... Это значит, это не предмет позора. Ну это же тоже действие милиции. Она присутствовала, видела, и у нас и не подъемились. Я скажу, это действие милиции щодо притягивания конкретных осіб до административной праведенности. Нет, мы ложные показания добавили. Все уже понимают, но все у вас уже. Хорошо. 31-го числа, утром, часов примерно 8 утра, тоже мы увидели, что со стороны Новгородской идут люди в черном... Значит, мы сразу поняли, что сейчас будут переделения. Кто-то на дерево залез, чтобы дерево не перили. Мы остальные обхватывали деревья со всех сторон, чтобы не подошли человек, который будет пилить. Подошли люди в оранжевом, собирались пилить. Мы вот так защищали деревья. Эти, которые в черных рубашках, муниципальная охрана, так называемая, они начали грубо нас отталкивать. Оттас, хватило, было много, не сильные. Отбрасывать от деревьев. Но мы опять возвращались. И такой момент... Получился, что от одного дерева мы побежали, когда мы увидели, что человек пошел перед другой, и все побежали, и я тоже побежала. И в этот момент меня сильно, очень сильно ударили по позвоночнику. я упала и попала в четвертую метложку. Даже подозрели, что у меня перелом, но потом оказалось, что сильно ушли. При этом милиция стояла в стороне. и никаких... И никаких... А вы закакала милиция? Все, да, кричали милиция. И я еще хочу сказать, что когда милиционер у меня четвертой отложка снимала показания, то тоже вел себя со мной его вторая клуба. И наставил, чтобы я написала отказ от экспортизы. А вы обратились до контролирующих органов над милицией? Прокуратура? Вы обратились, да? Не по поводу милиции. Ну бездействие. По поводу этого инцидента. Мне не касается задания вам шкоды, мне касается не реагирования с боку милиции на ваши законы. Нет, я подавала прокуратуру по поводу того, что со мной случилось. То есть, когда вам задали в школу? Да. Все. Иди, я прошу пробовать. Я прошу пробовать. Питания. Скажите, пожалуйста, кроме 31-го числа, вы напитали события другие? Да, конечно, я каждый день там. 28-го вы так же были? Да, было. Отверждаете то, что... Конечно, да. Я так и видела сегодня. Вы тоже были в этом окружении? Нет, я не была там, я со стороны была. Я от лагеря побежала туда и все смотрела. Если вы со стороны это видели, то скажите, где была милиция и как она вообще реагировала на вот это консервирование? Ну, в начале милиция была где-то в стороне. Когда все это уже начиналось, милиция как бы стояла в стороне и не реагировала никак. Потом, когда уже начали отдирать, отбивать вот эти чернорубашечники фактически, а ребята вот теперь истать, что их трудно было отцепить. Вот подошла потом милиция, я, честно говоря, уже не наблюдала этот момент, я не помню, как они рассредоточились, но я уже помню, как милиция подходила к ребятам и забирала их. И они сразу же шли. Никто не сопротивлялся. Милиция пыталась прекратить насилие? Нет, она вообще не замечала вот этих, которые там отдирали и все. Ну, просто потом уже, когда поняли, что уже что-нибудь не могут сделать, то они начали просто под наших забирать. Этих они как будто и не видели. Скажите, первого, второго июня, дойдет ли? Нет, уже не было, я 31-го числа. Ну, не так. Продолжение следует. Продолжение следует. Возначили, что, когда вы находились на лековании, в лекарне, в четвертой недопомоге, так? Вас опитував працейник медиций, правильно? Да. А тебе выдумывать за скучением попытывал вам паспортивной медицией? Ну, не знаю. Наверное, так положено, если человек попал в эту больницу с какой-то такой старшей... Тобто за скучением проводила попытывание вам неведомо? Вам не поясняк за скучением проводят проведение? Может, если мне было очень больно, я в них... Может, сказал, что... Вы можете повести, чему самовидносно вас выразилась бездействие спрацейниками милиции? И если вы ответите на это вопрос, то скажите, пожалуйста, конкретно, в какой час, в какие дни это произошло? Значит, 31 числа... Особисто, относно у вас. Особисто, относно у вас. И нам не так, что, ну, за время там, мы побегли, мы побачили... Вот один эпизод я точно вам вас... Особисто, относно у вас. Особисто, относно у милиции, к каким бы вы зверталися, вот все хоть и не вертали. Переду вас. 31 числа. Милиция стояла и никак не отключалась в эти события. Какие события? Когда вы защищали деревья, а муниципальная охрана... Где вы, особенно, находились сейчас? Ну, я не могу сказать, что это дерево номер один. То есть самое те же дерево, которое было перед... Потом я побежала к последующему дереву, потому что туда пошли перейти. Ну, а как милиция, на вашу думку, поверно было втручать из секции про этот процесс запускного дерева? Они должны... Номер один. Я считаю, что милиция должна была установить, что у этих людей, которые терят, какие-то документы на такое действие. Выпадали позов про ненавидное забеспечение охороны громадского порядка. Охорона громадского порядка не предвещает вовчение документов. Нет, но если я вижу, что происходит нарушение, допустим, какое-то... Я же должна обратиться в милицию. Не сама же я должна наводить порядок. Поэтому я обращалась в милицию. Ну, милиция стоит на ключе милиции. Помогите. Помогите в чем? Вы стояли возле дерева номер один? Помогите нас бьют. В этом смысле. В это время возле дерева номер один вас били? Нет. Возле дерева номер... Если я так назову, то возле третьего дерева. Меня ударили. Скорее. Я бежала от одного дерева к другому. И во время бега меня сильно ударили. Прозвища працівників милиции, к которым вы особисто обратились за документами, вы можете сказать? Нет. Я же не спрашиваю. Вы означали, что вас ударили тогда, как вы переходили в одного дерева до другого, так? Ударили в спину. Да. Вы видели, кто ударил? Нет. Мы не видели. А... Тобто... Тобто... Кто саме... ...завдал вам этот удар, вы не видели? Да. Пытание будущее? Пытание будущее? Будущее? Будущее такое пояснение? Ну вот, по поводу последнего вопроса, что от того, от которого я бежала, лежал один наш товарищ возле дерева, и было двое черное рубашко. Польше никого не оставалось. Некому было меня ударить спину больше. Мы загадаем питание, задание в ванну. У меня товарищи. Спасибо. Это и будет питание. Спестреб preferенского свидания всегда это, пожалуйста. Увидимся. attainなん Продолжение следует...